Творец И самых близких освящусь Я думал, это будешь ты или я А он нашел более близких И написано в Торе Воедом Аарон И умолк Аарон Когда Творец Посредине великого праздника Обрушивает удар На весь народ Израиля Требуется молчать Самые великие мудрецы Сказали Мы не понимаем путей Творца Но то, что мы должны знать Творец обращается к нам И говорит Каждый на своем месте Должен подняться На новую ступень Преодолеть все преграды Чтобы приблизиться К Творцу И это то, что написано в Торе Что Творец Всесильный Бросит от тебя Только чтобы вы трепетали Перед Творцом И первое слово Ма Вы знаете На святом языке Каждая буква имеет Своё число Мем это сорок А гей это пять Ма Что? Сорок пять Жертв Сорок пять Праведников Поднялись Во время Трагического Праздника Лагба-Омер В небо И многие спрашивают Как это возможно? Это же Мера суда Это же Жестокость Я хочу процитировать вам То, что написано В трактате Санедри Вы ждёте Прихода Машеха И может быть Творец не ждёт? Нет Сказано И он ждёт Так почему же Если мы ждём И он ждёт Он не посылает Своего царя Машеха Потому что Мера суда Не даёт Я хочу вам процитировать То, что говорит Рабишиман Бар-Йохай Я могу освободить мир От меры суда Как? Он может защитить Весь еврейский народ Той Торой Которой он учил Всю свою жизнь Чтобы не отошла Книга Торы Это от твоих уст Буквально Днём и ночью Каждый еврей Должен учить Тору Но когда выходит Рабишиман И его сын Раби Элязар Из пещеры Через двенадцать лет Они смотрят Люди Занимаются Будничными делами Пашут Сеют Собирают урожай И везде Куда смотрел Раби Шимон И его сын Элязар Всё сгорало Посмотрите на пожарище Всё сгорало И раздался голос Неба Сжечь мой мир Вы вышли из пещеры Возвращайтесь В пещеру И ещё на двенадцать месяцев Закрылись в пещере Раби Шимон И Раби Элязар И открывает Великий учитель еврейского народа Раби Моше Хаем Люца Торамхаль Что за этот тринадцатый год Выучил Раби Шимон Особенный закон Как всё соединяется в одно Тринадцать Это числовое значение слова Эхад Один Всё связано И когда они выходят из пещеры Раби Элязар смотрит и сжигает А Раби Шимон восстанавливает Это то, что он открыл И вот Уже день склонялся к субботе И вдруг они видят Один старик Идёт И несёт в руках Два пучка миртовых веточек И спрашивает Раби Шимон Зачем тебе это? И он говорит В честь субботы Ну разве в честь субботы Недостаточно одной миртовой веточки? Нет Это в честь двух выражений Из Торы Помни день субботний И храни его Шамор везахор И говорит Раби Шимон Своему сыну Раби Элязару Достаточно для мира Что я и ты изучаем Тору Постоянно Но посмотри, как евреи Любят заповеди Творца И это великое открытие Раби Шимона Раби Шимон освобождает мир От меры суда Мы накануне прихода царя Машеха Накануне раскрытия великого света И вот Творец выбирает Сорок пять Самых великих праведников Из всего еврейского народа Одни приехали из Канады Другие из Америки Третьи из Аргентины Здесь сатморские хасиды А рядом с ними вязаные кипы Сфарадим, Ашкеназим Балейчува, Харидим Весь еврейский народ Для чего? И это то, что намеком заключено в этом слове Ма Сорок пять Это числовое значение слова Адам Человек Так написано в Торе Вы называетесь человек Еврейский народ И когда болит палец Нога не может сказать Какое дело у меня до этого пальца Если человек падает Он не дает удары своим ногам Это единое целое Это непреложное условие Перед приходом Ашеха Чтобы мы исправили Это отношение к другому еврею Неважно, есть у него кипа или нет Какого цвета у него кипа Он думает, как я Как моя группа Или нет Преодолеть эту ненависть Увидеть в другом еврея Самого себя А потом думать Чем он отличается от меня Любить другого еврея Я хочу рассказать вам одну историю После этой трагической ночи С четверга на пятницу Лак-Ба-Омер В больнице оказался Один еврей Из Иерусалима И когда пришли к нему Родственники навестить Он сказал Я не хочу жить Спросили Что такое Почему Я убил ребенка Как, что Я пытался его поднять Но у меня не было сил И я упал на него И его родственники Пошли по той же больнице И спрашивали всех детей Кто помнит Что происходило И один сказал Меня спас Один в средних лет еврей Он пытался меня поднять Но у него ничего не получилось И он упал на меня Благодаря этому Меня не растоптали И они привели этого ребенка К этому человеку И он сказал Вы спасли меня И они обнялись И расцеловались И таких случаев было десятки Рассказывается одна история Как полицейский молодой парень Пытался поднять одного еврея А тот ему закричал Не меня спасай, моего сына И он попытался поднять Этому мальчику было Десять, одиннадцать лет Но он не смог один поднять И пришел другой полицейский И вытащили его А потом спасли и отца И отец говорит Я уже слышал Как этот мой сын говорил Шма-Исраэль Он думал, он уходит А сейчас они встретились С этим полицейским И обнялись И мальчик сказал Вы спасли мне жизнь А тот, кто спасает жизнь Одного еврея Как будто спасает Весь мир Это то, что мы Еврейский народ Должны понять Из этого урока Который дает нам Творец Через раби Шимона Бар Юхая Который принял в свою Ишиву на небе Новых сорок пять учеников Они осветили имя Творца Потому что, когда Творец Взыскивает со своих близких Трепет охватывает весь мир И это то, что сказал раби Шимон Я могу оправдать мир И освободить его от меры суда Это то, что каждый из нас Должен увидеть Брата В любом другом Еврее Как бы он не отличался От меня А потом Мы можем Полемизировать По поводу наших Взглядов Любить Каждого еврея Это заповедь И это то, что сказал Рабин Цфата Раб Элияу Он сказал Теперь уже будет другой мирон В тот прежний Мы не вернемся Мы должны подняться Подняться на новую ступень Это великий урок Лагба Омера 2021 года Субтитры создавал DimaTorzok